Каждое их движение фиксирует камеры. Видно и то, как охранник Леонид подходит к ним. Мужчины разговаривают и даже вместе курят, после чего солдаты уходят. Но вдруг двое поворачивают назад. Они стреляют в Леонида и еще одного мужчину несколько раз. Стреляют им в спины. Леонид каким-то образом выживает. Его начальник мертв. Охранник, шатаясь, возвращается в свою будку и пытается вызвать помощь. Я встретилась с другом Леонида, которому он позвонил в тот день. Они нам сказали, что мы гражданских не убиваем. Говорит, ну и все, разошлись. А потом, говорит, я говорю, Лень, ты как? Говорит, я на втором КП. Говорит, ты хоть тебя можешь привязать? Он мне сказал, говорит, Вася, я еле сюда дополз. Говорит, у меня так все болит. Говорит, я себя вообще плохо чувствую. Ну, дальше что? Мне сказал, Леня, держись. И начал звонить нашему оборону. Российские военные приехали на угнанном фургоне. С буквой В на боку и надписью «Танковый спецназ РУС». Этот человек, который нами был опознан, как застреливший Леонида, теперь наливает себе выпить. Никто из этих людей не догадывается, что их снимают, пока не становится слишком поздно. И все это время Леонид прячется в этой будке, истекая кровью. Когда мы оказались здесь спустя несколько недель, мы нашли снаружи его матрас и одежду. Он умер до того, как за ним успели приехать. Я встретилась с мужчинами, которые пытались спасти Леонида, Сашей и Костей. До войны они продавали кондиционеры. Что он говорил, как бы на связи был? Он сказал, что к нам приехали, хозяина убили, я раненый. Вот и все. Мы поехали туда осознанно, в обстрелы. Мы знали, что они вернутся, знали, что у них техника, у нас просто автоматы. То есть, ну, в любом случае, там шансы были не раны, но нам надо было просто их забрать оттуда. То есть, ну, понимаете, да? Они показали мне, как в те дни выглядела близлежащая дорога с русскими танками, проезжавшими мимо их укрытия. Украинская полиция сообщила Би-Би-Си, что российские военные стреляли здесь во все, что двигалось. Только на этом участке дороги были обнаружены тела 37 мирных жителей. Вдоль этой дороги вы можете увидеть не только сгоревшие жилые коммерческие здания, но и подобное зрелище. Два российских танка, укрытых в лесу. И вот там виднеется буква В. Это суровое напоминание о том, какие ожесточенные бои шли на дорогах, ведущих к Киеву. И насколько, должно быть, был напуган Леонид, истекающий кровью и зовущий на помощь. Дочь Леонида поделилась снимком своего папы. Она хотела бы, чтобы он остался в памяти именно таким. А он тогда, вот как вы с ним разговаривали? Юля сейчас за границей. Она говорит, что хочет, чтобы убийцы ее отца предстали перед судом. Папа был абсолютно не военный. Он был пенсионер. 65 лет человеку за что? Я хотела бы, чтобы это было преданное огласие, но какой-то ярости у меня нет. У меня есть просто глубокий травм, и, честно говоря, у меня страх перед ним. Они настолько неуменяемы, я их боюсь. Леонид не вернулся домой к семье и своим питомцам. Еще одна жизнь, украденная российскими военными, ставшими печально известными своей жестокостью. Субтитры создавал DimaTorzok